Всем здарова ребятки, меня зовут Павел, это первая серия тяжелого прохождения Stranded Alien Dome. Почему решил записать прохождение? Потому что игрушка получила глобальный патч, где у нас добавили новый регион, пустыня, по словам разработчиков он очень сложный, тут новые агрессивные животные, новый климат, сложная почва для засеивания каких-то плантаций и все из этого вытекающее. Далее нам добавили 3 новых луны, Джейсон, Никс и Хаос, по заверениям разработчиков Хаос тяжелее, выбираю его. Сложность игры, также 2 новых, очень сложная и безумная, я выбираю безумную, естественно у нас будет всего 5 аварийных пайков, давайте, зерно 2 Garof 1, ну а правила игры, тут 2 новых есть, Peace First, то есть отключает нападение агрессивных животных, Random Survivors, это так себе. Все-таки при сложных настройках игры выбирать совершенно рандомных людей, не так, чтобы прям камильфо, и безнадежный, и сверхквалифицированный, это разница в навыках, либо 0, либо максимум. Здесь вообще ничего трогать не буду, почему, потому что перки и опыт за перки как-то очень странно вообще работают, пока что, подождем пока пофиксит, если что, потом начнем вообще какое-нибудь соло прохождение на харде с безнадежным, правилом игры безнадежный. Пока что все так себе, поэтому правила игры не будем пока что трогать, и перейдем к выбору персонажей. Здесь выбираем свою стандартную пачку, Ракха, Котина, Эмилин, и где он, где она, или он, Кен, вот он. С новым патчем нам еще, кстати, одного выжившего добавили, это Сора Сато, женщина, пустынный снайпер, ее основные черты почти как у Конора, стреляет в два раза быстрее из оружия дальнего боя, что безусловно хорошо. Житель пустыни, это ее устойчивость к холоду и жаре увеличивается на 10%, и при этом при всем она вегетарианка и отказывается кушать мясо. Прежде чем начнем, давайте сразу отвечу, вот здесь в правом нижнем углу у нас написано Russian Localization by FeniMac. Все очень просто, я скачал русификатор, он доступен в руководствах в Стиме, ссылочку на него я обязательно оставлю. Нужно перейти по ней, скачать архив, следовать инструкциям, засунуть файлик куда нужно, и естественно влепить автору русификатора жирный при жирной лайке, написать ему в комментариях, что он большущий молодец. Ну а мы тем временем начинаем. Неудачное приземление состоялось, нервный срыв у Катины, ничего страшного. Что у нас тут вообще изменилось на карте? Все-таки это новый регион, давайте посмотрим, что по местной флоре и фауне. Из знакомого я пока мало что вижу, давайте потому что впервые у нас. Вот это сухое дерево, пять древесины всего дает, а почему так мало? А, ну наверное потому что вот тут какие-то плоды, да, видимо можно изучить, собирать какие-то плоды с него, и потом куда-то их применять. Так, интересно, интересно, да, надо посмотреть, изучить потом впоследствии. Это у нас лиственные кусты, палки нам дает, вполне себе, уже хорошо, хотя бы палки есть, вот это что такое? Ну это понятно, широколистное растение мы его видели, в зеленом регионе с него мы собираем листья, сушим их и делаем табак, и чай. Вот это пальма, очевидно, дерево дает, это что за карликовая пальма, пальмовый куст, палки дает также, угу. Вот это, по-моему, трава обычная, с нее мы сено получаем, понятненько, вот это что? Суккулентное растение, неизвестный вид, требуется дополнительное изучение. Непонятно вообще что это, с чем это едят, и едят ли вообще. Вот рядышком тут кактусы, тоже требуется дополнительное изучение. Это один вид кактусов, ага, а это ветвистый кактус, тоже дополнительное изучение нужно. Ага, так, вокруг у нас что еще, что еще, вот большие кактусы, уже третий вид кактусов, высокий кактус. Хлопок, отлично, нам как раз понадобятся бинты, обломки, ясно, вот это вот сиреневая курага, не знаю, как она там называется. Окаменелости эти непонятные. Что еще, что еще тут есть по растительности, интересно, где все дрова. Подождите, раз, два, три. Раз, два, три гнезда тут рядышком, со скорпионами. И они никаких изменений не претерпели, судя по всему, текстурки те же, но все равно агрессивные, очень жутко неприятно выглядят. Сталкиваться с ними сейчас я бы вообще не хотел. Такое себе, ну-ка, фу-фу-фу, в сторону вас. Оазис тут небольшой. Ой, и деревцы, да. Ну-ка, огромное пустынное дерево до 50 древесины нам дает. А нам бы его высадить. Изучить и высадить. Потому что с деревом тут очевидный дефицит. Совсем-совсем. А вот как мы будем сажать. Вот тут пока еще заметил травку. Высокая трава. Судя по зеленому региону, она дает нам зерно. Я надеюсь, что здесь то же самое. Потому что зерно это наш путь к антибиотикам, к алкоголю, ферментации, к рисовым кашам и так далее. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, пока что вроде как по растительности ясно. Ясность есть, по крайней мере. Интересно, есть ли тут корнеплоды. Ну, посмотрим. Вот этого парня мы уже видели. Как он там, плоскоголовое животное. Неагрессивный, можем изучать. Вот этих пухляшей мы тоже видели. Сырое мясо с них падает. Надо изучать. Вот этих, ребят, мы еще не видели. Это что за покемон такой? Это зебраблюд? Или верблюзебра? Короче, какая-то непонятная штука с мохнатым горбом. Горбатое животное. А и это наш источник шкур в том числе, как и сырого мяса. Понятно. То есть, источник шкур на пустынной карте все-таки есть. Вот там что? Кактусы. А, вот эти трубки непонятные с соком имеются. Уже неплохо. Вот эта красная штука с помпоном в центре. Это силикон нам дает. Вроде как бы не сильно в изобилии, да? Она тут растет прям понемножку, понемножку. Опа! А это что такое? Какой-то он... Тут у него тут хвост такой массивный, заостренный. Какие-то рога у него тут. И челюсть вообще так себе не внушает мира. Ну-ка, что он тут? А, ну этот вид кажется относительно мирным, и мы его можем изучить, пока эта штука еще живая бродит тут по карте. Угу. Ну... Неплохой сид. Я тут много чего вижу интересного. Однако у меня и мучает вот вопрос. Тут с почвой вообще что? Ну... Вот здесь вот травы меньше. И почва выглядит суше. Вот здесь травы больше. Прям в обилии она тут. И здесь есть оазисы на такой вот оранжевой почве. Почве она бледной нету. Ну... Интересные дела, интересные. Вот это вообще песок, наверное, не пригоден. А вот тут есть большое количество силикона. Неплохо. На песке, я так понимаю, вообще ничего строить нельзя. Вот эти трубки растут на камнях. Ну, каменистой почвы тут предостаточно. Ох, вот. Вот это наше место. Вот это однозначно. Во-первых, живописный вид. Вполне себе. Смотрите, как днем нормально. Однозначно. Мы должны переехать сюда. Прям сейчас. Да, нам и особо и нечего перетаскивать-то. Всего пять пайков у нас есть. Тут у нас... Аж три. Да, таких. Вот этот более темный. Вот этот оранжевый, который я там только что видел. Просто песок и бледная, да, трава. Здесь что? Обломки космического корабля. Здесь они тоже есть. И здесь что-то валяется. Ну и классно. У нас ничего вот здесь вот нет. Первое нападение когда будет? Сейчас вот день первый, семь часов. Нам нужно поторопиться. Первые бинты и хотя бы один-два лука вот кому-нибудь из них вручить. Что мы сделаем с вами? Какой план барабан? Все-таки играем на харде. Прежде чем что-то делать, надо думать. Возьмем хранилище, склад. И вот где-нибудь здесь вот таких вот шесть плиточек разместим. Или не здесь? По-моему, вот как-то вот так вот поровнее. Не будет ли у нас проблем со стройкой вот тут? Отменить. Хранилище, склад. Вот как-то так. Шесть плиточек. Нормально. Можем ли мы строить? Мы еще здесь ничего не можем строить. Угу. Пока наши ребята сюда не пошли, заходим во вкладку управления, расписание. И колдуем тут. Выбираем сон. Пускай наши ребята спят с 23 до часу. Потом три часа отдыхают. Попробуем в этом прохождении еще немножко поэкспериментировать. Будет у нас план-барабан 6 на 6. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть часов отдыха. И раз, два, три, четыре, пять, шесть часов работы. Потом затем три часа отдыха. Три часа работы. Итак, по циклу нажимаем на плей. Ракху сразу отправляем строить. Вот эти вот. Построить склад. А что, они бегство от опасности получили? Что-то где-то рядом что-то упало? Ага. Что-то упало. Рака сразу получает бонус. Еще и минус получает за то, что холодно. Потому что в 7 часов утра в пустыне минусовая температура. Ну такое, ну такое. Давайте вот сюда еще мотанемся. Рака, конечно, сейчас сюда пойдет. Но, но-но-но-но-но-но-но. Нам нужно... Ага. 20 единиц веток и 20 единиц соломы на каждое укрытие. Плюс на костер нам нужно еще пять. Соответственно, вот здесь у нас поскольку? По шесть, по шесть. Короче, выбираем все вот это. Пальмовые кусты срубить. Эмилин сюда идет. Пока что я им вот здесь в вкладке действия ничего не делаю. Я вручную их пока первый день-два, думаю, понаправляю на активности, чтобы успеть до первого нападения сделать что-то вроде бинтов и оружия. Затем. Кен, куда пошел? Кен пошел рубить вместе с Эмилин. Нет, Кен, это не то. Тебе нужно знаешь что? Вот это тоже сено? Давай-ка вот так вот. Куста три. Четыре. Срезай. Где тут? Ага. Срубить бритва трава. И понаблюдаем за котиной, которая плачет. Мне кажется, мне кажется, что мы ее здесь оставим. На ближайшие пару часов сейчас она плакать закончит. И сделаем мы это для того, чтобы Ракха пришел. А что он такой за путь интересный выбрал? Он, значит, вот так в обход пошел. Эмилин вот так. Кен вообще вот. А куда Кен пошел? А что такое ближний путь? Искусственный интеллект, разработчики, что за фигня? Котина, чтобы никуда не ушла, мы ее пока призываем. Ракха, Ракха, Ракха. Давай быстрее, строй склад. Прям максимально быстро. Отлично. Первый есть. Выбираем Котину. Отзываем ее обратно. Где-то тут должны валяться наши пять пайков. Перетащить аварийный паек. Все, теперь возле капсулы нас ничего не держит. Блин, а что же вы такие пути-то выбираете? Далекие, как через Кандалакшу, ей-богу. А че так-то? А почему не здесь? Разработчики. Блин, сколько раз фидбэк отправлял этот дурацкий, который в предыдущих патчах каждый, блин, час выскакивал. Ну, искусственный интеллект-то, ну, надо дорабатывать. Короче же было. Нужны кровати, четыре штуки. Рака, ты что-нибудь доделал? Да. 92 сена, 6 палок. Открываем меню лагерь. Укрытие. И вот здесь вот вдоль ставим раз, два. И лагерь, спальное место, наземное. Раз, два, три, четыре. Далее отправляем раку сразу строить. Раз, два, три. Четыре. Угу. А вы знаете, о чем я подумал? О том, что у нас исследование до сих пор недоступно, потому что у нас нету исследовательского стола и дерева, соответственно, нету вообще. Поэтому мы Кена отправляем срубать пальмовые кусты, а ракху мы отправляем, где у нас выделенная пальма-то, срубать пальму. Нажимаем на play. Эмилин. Эмилин, ты не хочешь помочь случайно ребятам вот с этим всем делом? Не, Эмилин, ты знаешь что? Вот тут вот камушек добудь, потому что нам еще и костер нужен. Хотя бы рака переносит дерево. Не надо рака переносить дерево. Тебе нужно построить... Где у нас наука? Научный стол. Деревянный. А где бы тебе его построить? Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Ну, короче, получается, что вот здесь. Что-то сразу его построишь, надеюсь, да? Строит научный стол. Замечательно. Далее. Производство. Верстак. Деревянный. Вот здесь. Да. Деревянный верстак. И укрытие. Нужны ветки. Уже 18 часов. У нас до сих пор крыши над головой нет. Тем временем температура уже 20 градусов. Так себе, так себе. Ночью здесь получается в пустынном регионе очень холодно. А днем очень жарко. И как нам соблюдать баланс, интересно? Катина, что там? Долго идешь, котина? Бездействует два человека. Это плохо, что они у нас бездействуют. Нам нужно очень много пальмовых кустов. Потому что нам нужно еще факелы сейчас будет сделать. И сена, кстати, не хватает на продолжение вот этого всего. Хотя зачем? Подождите. Нам сильно расширяться-то пока что и не нужно. Нам нужно баланс пищи пополнить как-то. И изучить ткань. Что мы можем из пищи? Грибы! Здесь есть грибы? Грибы из зеленого региона здесь тоже есть? Это неплохо, это неплохо, однозначно. А есть ли у нас трава? Чего у нас тут больше? Ну, трава тут больше, чем грибов тут травы-то. Короче. Берем вот так вот траву. Кликаем. Нажимаем наблюдать. Пускай как-то так. Сейчас они выспятся все. Мы, наверное, продолжим. Я этот моментик вырежу. Потому что просто неинтересно смотреть за тем, как 4 человека спят. Хотя можно же пока что активности настроить. Давайте так и сделаем. Действия. Простые приоритеты сначала. Управление у всех. Стройка понятна. Охота. Оставляем так. Сбор урожая так. Рубка. Убираем. Оставляем только мужикам. Разборку только Кену. Добычу мужикам. Готовку только Эмилин. Ремесло. Только Раки. Тейлор и Ассембл тоже Раки. Тейлор это что? Это у нас пошив одежды. Ассембл. Производство электроприборов на соответствующем столе. Оставляем. Только Раки. Изучение у всех ставим. Доставка у всех. Обсерв у дам. Котина. Котина ты сытая? Сытая. Может быть ты сразу пойдешь наблюдать за высокой травой, чтобы мы с нее зерно собрали? А Эмилин? Эмилин у нас кушает. А камень-то мы принесли? Камень принесли. Соответственно, ставим лагерь, костер каменный вот сюда. Отправляем Ракху после приема пищи сразу сделать это все. Котина уже пошла наблюдать. Хорошо. Ускоряемся немножечко. Низкий запас еды. Мы его сейчас... Сейчас мы его пополним. Ракха. Что делает? Гуляет. Не-не-не-не-не, мужик. Давай-ка, строй деревянный верстак. А после этого ты сразу пойдешь изучать изготовление оружия. Или ты понадобишься еще? Да, да. Ты понадобишься. Так, первый верстак есть. Эмилин переносит. Слушай, Эмилин, тебе не надо ничего переносить. Изучи, пожалуйста, вот эту вот штуку, которая даст нам хлопок. Я вот сейчас тебя вручную сюда отправлю. Наблюдать за ярко-лиственным растением. Пока, мужики, тут на заготовке. Ресурсов 52. Сена хватает, в принципе. Дерево еще надо, мужики. Вот так вот где-то. Три пальмы срубить. Нормально. Даже, наверное, четыре. Не, четыре по времени можем не уложиться. А время для нас сейчас крайне важно, потому что уже почти середина полдень второго дня. У нас до сих пор нету оружия, низкий запас пищи и нету элементарных бинтов. Это вообще не есть хорошо. Так, Ракха. Перед тем, как лечь до конца, костер буквально... Ага, отлично. И вот у нас первый пожиратель топлива. Костер готов. Быстрые рецепты. Что мы можем? Подсказка. Разборка. Да, я помню. Разогретый аварийный паек. Зерновая каша здесь осталась, овощной, мясной суп. Понятно по рецептам. В принципе, так же, как и было. Повод для празднования. Эмилин. Мы разбили лагерь так быстро, как только могли, учитывая обстоятельства. Мы не спим в грязи, у нас есть крыша над головой и костер, чтобы освещать темные неуверенные ночи. И самое главное, мы выжили. Для нас это кажется достижением. Достойным уважением мы можем собраться у костра и отпраздновать свое выживание в 19.00 сегодня вечером. Идея, конечно, хорошая. Надеюсь, вы получите бонус к настроению. Но прежде чем эту идею реализовать, нужно наладить пищу и бинты. А еще и, блин, ресурсы, потому что у нас даже и склада нет особо. Рака решил покушать и последний паек доел. О-о-о, ребята, рискуем, сильно-сильно рискуем. Рака, где у нас тут дерево? Вот здесь лежит. Давайте пока хранилище, стеллажи, деревянный стеллаж. Раз, два, три, четыре. Нет, пока вот так вот рисковать не будем. Здесь выберем фильтры, все отменим. Сырая приготовленная пища. Пусть автоматом сюда идет. И Ракху направляем на стройку. Чтобы когда Эммилин, или кто у нас там, Катина изучила высокую траву, они сразу вот сюда все понесли, поближе к костру. И складывали готовую еду тоже сюда. Ракха рубит? Не-не-не, Ракха, рубить тебе вообще не надо. Это противопоказано тебе сейчас. Давай-ка ты сделаешь вот так. Наверное, вот. Да. Блин, а что? Не получится нигде здесь факел-то воткнуть по центру, да? Ну, что сказать. Вот так пока пускай построить стеллаж. Давайте весь его выберем. Отменим все фильтры. Установим здесь ткань необработанную, электронные компоненты, ремесленные материалы, ремесленные. И другие предметы. Потом нажмем на паузу. Выберем вот этот вот крайний. Как его выбрать? Вот так. Отменяем здесь все фильтры и медикаменты. Потом выбираем вот этот. Здесь тоже все отменяем, выбираем медикаменты. И вот это вот все дело. Ну, давай, выбирайся. Ну, ну, ну. Блин, отлично. Отменяем все. И тоже медикаменты выбираем здесь. Нормально. Строит полка. Давай, строй. Кен рубит деревья. Сена малая. Палок пока что хватает. Нам нужно раз, два, три. И с этой стороны три. Итого шесть. 120 палок примерно. Только на это уйдет. Плюс факела. Пум-пум-пум. Не укладываемся совсем. Не укладываемся. Ну, что там, котина? С травой-то у нас второй день. Вам скоро всем очень сильно захочется кушать. Посиделки у костра начались. Котина. Ну, давай, давай, еще чуть-чуть. О, хорошо. У котина у нас по отдыху. Да, вполне себе. А у Кена? Кен, слушай, короче, давай, собирай весь урожай. Подождите, а я что, не Кена выбрал? Короче, все, кто свободен, собирайте урожай. А Эмилин будет делать зерновую кашу и поддерживать до шести штук. Нормально. До шести, в принципе. Хорошо. Сколько с каждого? В смысле неудачная? Неудача. Ракха, а у тебя что там по... Земледелие вообще ноль. Ой, все, иди. Иди, отстань. У Кена тоже ноль. У Катины один. Блин. Мужики, вы с земледелием вообще не дружите, короче. Давайте. Да, мы все за вас соберут, чтобы не потерять урожай. Его у нас и так немного. И фильтры сразу заходим. Сырая еда. Убираем здесь вообще все. День второй уже почти заканчивается. У вас скоро час сна начинается. Рискуем не успеть. А зерновая каша у нас... Сколько на рецепт? Быстрые рецепты. Десять зерна. То есть тут лежит восемь плошек каши. Восемь плошек каши. Это крайне мало. Прям не очень. Эмилин. Отдых 32%. Следующий отдых вообще неизвестно когда. Только в одиннадцать, да? Давайте приготовить зерновая каша. Чтобы уже первая пища была готова. Чтобы эти ребята покушали. Ракха. Если ты не знаешь, что тебе делать. Как тебя выделить. Или кем. Почему я не могу назначить вас? На исследование. Потому что я его не выбрал. Изготовление оружия. Тут у нас еще и масло открылось. И антибиотики. Антибиотики изучить прямо сейчас. Идея, конечно, неплохая. Но после оружия. Кен. У тебя что по интеллекту? Где интеллект 3 у Ракхи? У Кена 2. Значит, Ракха быстрее всего это изучит. Ну, быстрее, чем Кен, понятно. Открытие. Тканец свет. И зерновая трава. Это растение цветет красивыми крупными цветами, которые претерпевают замечательные метаморфозы, образуя волокнистые белые шарики. Я считаю, что они очень похожи на хлопок и могут быть использованы при производстве ткани. Так что ткани цвет кажется подходящим названием. Хорошо. Открыт сбор урожая ткани и посадка ткани цвета. А зерновая трава нам дает. Эта трава не такая густая и высокая, как пшеница, но при ближайшем рассмотрении ее семена явно съедобны. Я назову ее зерновая трава. Она может оказаться весьма полезной в кулинарии, а также в производстве масла и даже антибиотиков. При правильной ферментации, конечно. Открыт сбор урожая зерна и посадка зерновой травы. Очень хорошо. Так, Ракха у нас занимается изучением. Кен, слушай, Кен, тебе бы первую ткань собрать. Че, у нас тут полочка готова уже, да? Готова. Соответственно, ткани цвета, собрать урожай. Кен, собрать урожай. Новый ресурс, зерновая каша. Сколько у нас этих готовых блюд? Она только приготовила, уже и съела, да? И Катина тоже. Слушай, Катина, Катина. Собирай вот этот вот урожай. И вот этот тоже. Ты поела или только собираешься? Ты ничего не делаешь. Давай, первый день срубить, собрать урожай, зерновая трава. Ракха исследует. Эмилин управляет костром. Слушай, Эмилина, ты не хочешь? Крыш, ну-ка, лагерь, укрытие, из палок. Раз, два. А я правильно крыши-то распределил? Три. И вот здесь вот. Раз, два, три. И вот здесь вот четвертую сделаем. На выходе, так сказать. Вполне себе. Недостаточно материалов. Это чего у нас? А, сена не хватает. Урожай уже есть. Еда уже есть. Кен пошел сена недостаток рубить. Давайте-ка сразу перенесем вот это вот сюда. Ракха. Слушай, Ракха. Давай-ка ты продолжишь изучать оружие. Несмотря на то, что тебе надо строить. Макетик у нас уже есть. Ничего страшного, не обеднеем. Эмилин. Два блюда есть. Сейчас еще четыре получаются, да? Недостаточно материалов. Тридцать пять. А Катина при этом бездействует. Но это не есть хорошо, ребятки. Это не есть хорошо. У нас есть еще где-нибудь поблизости... Сколько у нас ткани? Всего тридцать единиц. Это крайне мало, крайне очень. Есть у нас где-нибудь еще ткань? Вот. Вот это выделяем. Собираем урожай. И, 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 и... Тут еще был где-то кусочек, да? Собираем. И Катина автоматически пошла туда. Хорошо. Сейчас пока что они еще поднесут сюда ресурсы. Здесь мы сделаем изготовить бинты. Нужно четыре ткани на один бинт. Пам-пам-пам. Доделать до двадцати. Я надеюсь, у нас хватит. Еще десять. Понятно. И у них по графику сон. Ракха опять горюет. Вот эта вот черта его, мрачная личность, постоянно находит повод, из-за чего горчится. Горчица. Вкусно тебе? Рисовая кашка, да, это тебе не сухпайки. Строим стол. Размечаем здесь стулья, чтобы они стоя не кушали. Четыре вполне себе хватит. Ну и че, че встали? Ребята, сейчас вообще не время для того, чтобы прохлаждаться. Ракха, давай изучай дальше. Кстати, че у тебя по характеристикам? Тебе еще и отдых нужен. Пом-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Отлично. Давай, иди спать. Отдохни немножко, потому что тебе еще придется долго крафтить. Ребята сейчас сюда все принесут. Двести единиц зерна. Это двадцать блюд. При этом при всем всего две единички готовой каши. А че так мало? Эмилин, а ты че делаешь? Ты решила покушать. Так может ты приготовишь побольше? Кен бездействует. Мы это сейчас поправим. Мы сейчас отправим Кена. Вот это че? Трава срезать. У нас есть где-нибудь? Вот это че? Вот здесь есть трава. Давай еще срезай. Нормально. На вторую скорость. И блин, а что нам нужно для лука? Исследование. Мы же уже знаем, что нам нужно для лука. Нам нужны ветки и ткань. Так, а для копьячего скраб металл. Тогда мы Кена назначим, после того, как он срубит вот это дело, добывать металлолом отсюда. Ракха, че там отдохнул? Нормально? Нормально. Изготовить оружие. Короткий лук. Четыре штуки. Ракха. О, ребятки, забыл про шкаф. Нужно же шкаф еще поставить. Помимо этого еще срубить две пальмы. И еще веток. Срубить. Пальмовые кусты. Срубить. Катина собирает урожай. Ткань, ткань, потихонечку запасы растут. Это хорошо. Вот че вот ты вот пошла спать? Ну собери ты еще ткани немножко. Или возьми ты ее, все равно же по пути. Ну-ка собери урожай. Во, отлично. А потом спать иди. Искусственный интеллект иногда прям плохо думает, плохо. Кен кушает. Три блюда у нас еще в запасике в небольшом. Ракха уже на сто процентов почти отдохнул. То есть по графику, когда он проснется, у него и расслабление, и отдых есть. Можно отправить его покушать. И сразу на крафт оружие. Потому что уже день четвертый, два часа. У нас ни бинтов, ни оружия, ничего. Это очень и очень плохо. Все, Ракха покушал. Изготовить короткий лук. Что ему для этого надо? Ага, он взял ткань и хворост. Кен, ты если не знаешь, что тебе делать, иди разбирай обломки. Хотя Ракхе же понадобятся сейчас кусты. Ветки. Давай, срубай пальмовые кусты. Котина, что делаешь? Неизвестно, что ты делаешь. Угу. Котина также могла бы срубить пальмовые кусты. Помочь агрессивные животные. Блин, четвертый день, пять часов, первое нападение. Это вы отсюда все будете нападать? А сколько вас? Блин, вас восемнадцать. Ракха, ты хотя бы один лук успеешь приготовить? Сколько там лук крафтится? Шесть часов? Блин. Ну один лук, это прям печаль, беда. Ладно, попробуем пережить. А у нас есть где-нибудь какие-нибудь животные? Чтобы мы могли, короче, побегать от этих агрессивных таракетов? Через этих животных? И как-то снизить количество тараканов в принципе. Блин, здесь далеко бежать. Да и нету здесь никого такого. Эх, печаль, беда. Ладно, Ракха, давай. Все ставки на тебя. На твой первый и единственный лук. Но еще можно ставочку на Кена сделать, да? Всяком случае, если прокнет хорошо, он может быть возьмет отсюда какое-нибудь оружие. Прошло сколько? Два часа с оповещения? Ну не знаю. Эмилин бездействует? Ты уже что, все приготовила? Давай иди руби деревья. Катина, кушаешь? Ну и кушай. Сейчас Катина вместо Раки пойдет вот это все дело строить. Я так чувствую, да? Блин. Кен и Ракха. Катина бездействует, да? Давай, построй деревянный шкаф. Кен. Что нашел Кен? 54 скраб металла. Ну. Тоже неплохо с одной-то стороны. Рак, а что там у тебя? Что у тебя? Первый лук. Отлично. Не клади его никуда. Делай бинты. Прямо сейчас. А куда вы сложили ткань? Ой, ребята. Я забыл здесь фильтр настроить. Агрессивные животные. Ракха, никого не слушай. Катина. Клади лук. Кен, ты где? Где Кен? Вот там аж. Короче, Катина, ты у нас единственная, короче, кто поблизости с луком с этим. Снарядила, нет? Нет? Блин, серьезно? Давай, снаряжай быстрее. Там тараканы идут уже. Все? Есть? Отлично. Бенч. Ракха пускай изготавливает бинты. Потихонечку хотя бы. Кена мы призываем. Придется уж так принимать бой. Че? Начинай атаку вот этих вот негодяев. Хотя бы ближайших попробуй. Так, Эмилин, ты у нас повар. Мы тобой немножечко пожертвуем. Кен будет стоять вот здесь. Да. И Катина будет отбивать всех тех, кто на них нападает. И немножечко... Давай, стреляй! Ну, это прям несерьезно. Давай, Катина, ну. Стреляй как можно больше. Давай еще назад отойдем. Чтоб на нее не агрились. Ромах! Катина, ты совершаешь большую ошибку. Ракха, ты че, сдурел, что ли? Давай, крафти бинты. Все воюют, а ты спишь. Так. У Кена еще и настроение, блин. В плюс уходит. Шикарно. Эмилин, сразу отзываем. Пускай бежит. Все, всех отзываем. Катина поранилась. Это нехорошо. У кого у нас тут кровотечение? Значит, Катина, лечить себя сразу. Ракха, лечи. Блин, у них у всех кровотечение. А куда ты пошла лечить себя? Сколько у нас бинтов? Один? Короче, Ракху мы не будем убирать с крафта бинтов. Я надеюсь, что Эмилин, ей всего один бинт нужен. Да? Откушенная плоть. Ее прям серьезно укусили. Ракха, давай как-то пошустрее, пошустрее. Идет восстанавливать силы. Катина. Укус обработан. Замечательно. Кто у нас больше пострадал? Кен. Лечить. Еще плюс два бинта. Ракха, лечение Эмилин. Ракха не надо. У тебя навык не прокачан совершенно. Поэтому делай бинты, которые могут пригодиться Катине. А вот этот вот склад мы вообще выберем. Выберем здесь фильтры. И пускай здесь лежат только строительные материалы. Потому что все остальное нам нужно заносить внутрь, чтобы ускорить крафт Ракхи. Ну и дерево. Дерево, ладно, пускай здесь лежит. Больше бинтов Ракха, больше. Надеюсь, Катина сейчас... Что там у Кена у нас? Два бинта ему как раз нужно. Надеюсь, получится. Переносит два бинта. Еще два бинта. Изготавливай еще. Ракха, твоя помощь прям нужна прям сейчас. Эмилин без сознания упала, потому что устала. Что это за большая тень? А, это от этого каменного сооружения. Рака еще. Еще два получается, да? Четыре. Помогай Кену. Пока Кену помогали, блин, уже и Эмилин пострадала. У Катины прям совсем все плохо. Да нет, 14%. Давай, лечи. Хотя бы укусы обработать, чтобы кровотечение убрать. А потом уже будем тренироваться. Все. Дальше Рака справится. Катина, иди отдыхай. Эмилин уже проснулась куда-то, блин, пошла. А, это я Эмилин отправил сюда перелечь. Ну, ладно, ничего страшного. Ракха покушать решил. Главное, что у них уже нет кровотечения. Это хорошо. Это хорошо. Надо увеличить объемы производства бинтов и оружия. Однозначно. Катина уже настолько поправилась, что может переносить. Нормально. Неплохо. Кен ел на ходу почему-то. А почему он на ходу ел? Потому что стулья не готовы. Давай, короче, Катина, сейчас по-быстрому. Раз, стул. Два, стул. И следующий прием пищи уже будет не на ногах. И Катине стоит также отдохнуть немножко. Сразу село. Расслабление. Ха-ро-шо. Стулья им оказались жизненно необходимы. Хотя бы эти. Значит, нужно увеличить объем потребляемой пищи. Ой, потребляемый, говорю. Ой, добываемый. Изготавливаемый. При этом при всем закончить вот эти постройки. Первое нападение, в принципе, отбили. Ой. Это же замечательно. Мы сейчас можем разделать вот этих вот всех ребят. И получить с них мяско какое-то. Катина бездействует. А че, почему Катина бездействует? Недостаточно материалов солома. Ну иди. Руби. И, 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 и. Во-первых, нужно... Наверное, костер-то надо вообще переместить куда-нибудь. Вот. Пока сюда. И в производстве поставить кухонную плиту сразу. Вот так вот, в центре. Во-первых, выглядит посимпатичнее. Во-вторых, там уже и следующие рецепты доступны. Ну-ка. Эбелин переносит. Давай сразу перемещай костер. Это же по пути. Хорошо. Производство. Кухонная плита. Рак, а ты куда пошел? Убить? Серьезно? Может, не надо? Может быть, ты построишь кухонную плиту? А ты куда пошел-то? Сильная жара. Снаружи 17 градусов. Внутри вообще. Атаз какой-то из-за костра. Давайте потушим его нафиг. И после того, как Ракха поест, пускай делает кухонную плиту. Да. Вполне себе. О-о-о. Катина очень устала. Далеко, видимо, ходила. Освещение забыл. Освещения здесь нет. Нужно три дерева. И палок по две. Да хватает. Пока что хватает. Раз. Два. Три. Над столом. Четыре. Вот здесь вот. Пять. Кен, выбираем тебя. Принеси ресурсы. Здесь сразу выбираем. Что у нас тут? Вкусные рецепты. Быстрые. Зерновая каша. Делать до трех. Быстрые рецепты. Мясной суп. Делать до трех. Делать до. Делать до. Да, все хорошо. Че, Ракха? Строй. Деревянные факелы. А потом принимайся за бинты сразу. Пум-пум-пум-пум-пум. Не укладываемся. Не укладываемся. Ну, тем не менее. Ребят, пятый день. Семнадцатый час. Первое нападение мы успешно отбили. При том, что уровень сложности у нас тяжелый. Да, если верить игре, то он вообще безумный какой-то. Вышли в свои первые медикаменты. Начали производство пищи. Ну, какой-никакой. Зерновая каша тоже еда кушать можно. Первая у нас кибиточка наша. На следующую серию план-барабан будет, наверное, такой. Нам нужно, ну, разбирать побольше вот эту всю металлическую фигню. Вот эту лободу сиреневую исследовать. Коржик. Как она там? Не помню, как она называется. Вот. Потихоньку потаскать близлежащий камень и дерево. И выходить уже в полный комплект вооружения и запас медикаментов. Такой вот у нас план-барабан с вами. На этом все. Первую серию стоит закончить. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте фидбэк в комментариях. До новых встреч в новых сериях. Всем вкусного чая и добра! Субтитры сделал DimaTorzok